В эти дни, когда все вокруг говорят о семейном уюте, подарках и радости, некоторые люди особенно остро ощущают одиночество. Это касается как детей, так и взрослых. В колл-центрах латвийских телефонов доверия побывала Ксения Колесникова. В рождественские праздники число звонков на детский телефон доверия становится больше. Дети часто говорят о том, что чувствуют себя брошенными, одинокими или не знают, как наладить отношения с окружающими. Чаще звонят подростки, но бывает, что за помощью обращаются и маленькие дети. Большинство это отношения, как их построить, что делать. Я поссорился, или я поссорился так с подругой, что она не хочет со мной говорить. И эти шаги мы проходим, что же произошло. И на тот момент, что мы тебе можем помочь, что ты ожидаешь, какую помощь ты ожидаешь от нас. И тогда просто ищем, рецепт мы не можем дать, мы ищем вместе дорогу. В этом году телефон доверия получил 23 тысячи звонков. Примерно в половине случаев оказывают психологические консультации. Иногда сотрудники вынуждены соединять ребенка с полицией или скорой, так как ситуация требует срочного вмешательства. Например, пьяный агрессивный отец ломится в комнату ребенка. Либо уговаривать звонящего раскрыть свое имя и адрес, чтобы передать информацию социальным службам. Таких звонков в этом году было около 200. Чаще всего звонят по поводу случаев эмоционального насилия. Если посмотреть в разрезе нескольких лет, то в последние годы все чаще приходят вопросы по поводу детей, оставленных без внимания. Взрослые тоже иногда звонят по детскому телефону доверия. Но их направляют в кризисный центр Скалбес. Там на звонки отвечают добровольцы. Всего номеров два. Номер психологической поддержки и номер помощи жертвам преступлений. Дежурная рассказала, что в празднике люди чаще спрашивали, как они могут помочь другим. Информация, темы, на которые они звонили, были, да, одиночество, но в основном были отношения с другими людьми и забота о других людей. И забота о своих детях, о соседях, о подружках, да, как им помочь. Вот у них там такая ситуация, как это сделать. Добровольцы их выслушивают и в случае необходимости подсказывают, куда они могут обратиться за помощью. А иногда просто разговаривают с ними, чтобы скрасить им одиночество.